Великий полководец Этот избранник судьбы, который едет рядом со мной, в юности носил имя Тимуджин. Ему суждено было затмить славу самых выдающихся военачальников и стать Чингисханом. Тимуджин! 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 Ты нужен был мне живым, Ясугей. Пусть вожди других племен знают, как Меркит Джамуха наказывает тех, кто самовольно вторгается на его пастбище. Запрягайте коней. Не торопись с расправой! Выслушай меня, Хан Джамуха. Звезды говорят, что тот, кто поднимет руку на сына Ясугея, умрет на том же месте от собственного меча. Убедись сам, повелитель. Вот следы крови. Как его зовут? Тимуджин. Созданный из железа. Я сохраню ему жизнь, но только для того, чтобы он увидел смерть своего отца. Тимуджин! С этого дня ты будешь носить колодку. Я изготовят специально для тебя и надену на шею. Кинокомпания Columbia Pictures представляет Ирвин Каллен, Трипл Си и Овала Продакшн. Стивен Бойт, Джеймс Мэйсон, Элли Уолох, Франсуаза Дорляк, Телли Савалас, Роберт Морли и Ивон Митчелл в фильме «Чингис Хан». В остальных ролях Майкл Хордерн, Вуди Строуд, Кеннет Коуп, Патрик Холт, Густаво Рохо, Роджер Кротчер, Дон Борисенко и Амар Шариф в роли Чингис Хана. Оператор Джеффри Ансворт. Художник-постановщик Марис Картер. Художник по костюмам Синтия Тинджи. Композитор Душан Радич. Автор сценария Кларк Рейнольдс и Беверли Кросс по произведению Беркли Мэзера. Продюсер Ирвинг Аллен. Режиссер Генри Левин. Продюсер Генри Левин. Продюсер Генри Левин. Продюсер Генри Левин. Бездомная тварь! Шелудевая собака! 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 Достаньте мой мяч, пожалуйста! Отойди от него, сестра! За что на этого юношу надели кангу? Так приказал Джамуха. Его отец враждовал с нашим племенем. Отойди от него! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебя зовут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем они надели на тебя колодку? Скажи мне свое имя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращайтесь с братьями в лагерь, принцесса. Я не обязана тебе подчиняться, Джамуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собака должна знать свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай мне палку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Железный человек. На колени. На колени. На колени живо! Джамуха смелый. Только когда соперник в колодках? Котч лук! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За ним догнать! Ну же! Шевелитесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Гин! Мудрый Гин! Как ты меня нашел? Звезды подсказали. И мой... Если честно, Сингал привел. Сингал? Если бы он умел говорить, ты бы узнал, что у тебя есть горячий приверженец. Ты можешь стать вождем одного из монгольских племен. Для начала. Хорошее начало. КОНЕЦ Здесь можно расположить армию. Место безопасное? Меркиты считают, что на такой высоте обитают лишь духи и призраки. Их невежество нам только на руку. Куда мы отправимся, когда они прозреют? На восток или на запад? Когда это время настанет, решать будешь ты. Мне кажется, это должно тебе помочь. Наш мир похож на три больших круга. Здесь, на западе, находятся Самарканд и Бухара, владения персов. Это богатый народ, они ведут торговлю с христианами за пределами пустыни. А здесь, на востоке? Сам я не ходил дальше восточных гор, но, по словам купцов, которые водят туда караваны, там стоит огромная стена, за которой находится Китайская империя. В городах живут тысячи жителей и одеваются они в шелка, даже мужчины. А их купцы в поисках специй и редкой древесины ходят дальше восточных морей. А что здесь, в центре? Дикая и жалкая пустыня, где живут одни монголы. Почему же она дикая и жалкая, если находится между богатыми землями Запада и Востока? Потому что нашим племенам, меркитам, салькитам, тайджуитам, больше нечем заняться, как воевать между собой. А если их объединить? Монголы объединятся только в вечности. Ты говорил, я буду управлять маленьким племенем. Еще меньше оно от этого, я думаю, не станет. Сделаем его больше. Меркиты. 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 Меркит. 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 Продолжение следует... 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 Попадем в страну, где, по слухам, едят собак. А может, станции людей. Если верить Гину, это процветающее государство. Империя, поставившая себе на службу знания. Нам тоже нужны знания. КОНЕЦ КОНЕЦ Приветствую вас, друзья. Наше почтение, храбрые воины. КОНЕЦ Позвольте представиться, Кам Лин, посол китайского императора в Индии. Мы держим путь обратно в Пекин. Держим путь не совсем удачное выражение. Везения вам явно не хватает. Сперва нас покинул проводник из Маньчжурии, затем у повозки сломалось колесо. Ночью возница украл лошадей, а потом разбрелся и прочий скот, утомленный нашей компанией. Как говорится, ветер удачи дует не в наши паруса. Вы зашли на опасную территорию. Здесь орудует беспощадный Тимуджин со своими головорезами. Нам не страшно потерять жизнь. Но мы везем письмо от императора. Потребовать за нас выкуп будет куда разумнее, чем от нас избавиться. Чему эти мрачные разговоры? Сен-Гал! Покажи, что мы никому не желаем зла. Поднять! Примного благодарен. Сколько золота вы хотите за эту любезность? Зачем мне золото? Я не купец. Вы меня удивляете. Осмелюсь просить еще об одном одолжении. В четырех днях пути расположен военный гарнизон. Передайте им, что нам нужны лошади и люди. Но тогда вы останетесь здесь одни. Мы с радостью предоставим вам и лошадей, и эскорт. Эскорт? Двухсот прекрасно обученных, опытных воинов. Вскоре их станет еще больше. Моя супруга ждет ребенка. В таком случае ей не стоит передвигаться верхом, словно пастух. Позвольте предложить вам нашу незатейливую повозку с ее скромными удобствами. Прошу. Мы сделаем все, чтобы облегчить вашу ношу. Вы говорили о некоем Тимуджине. Страшный человек. Но на нашу процессию не нападет. Он дал мне слово. Музыка. 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 Мальчик? Сын. Первый младенец в роду Борджигинов за 20 лет. Мальчик. Мой сын. Тиммаджин. Это мой сын, Борте. Ты моя жена, он мой сын. Ты знал, что будет, мальчик, с самого начала. Как же иначе? Ведь он должен пойти в меня. Как только твои формы стали округляться, я отдал приказ Шану изготовить маленькое седло, лук, стрелы и меч, и написать на них его имя. Не там, не скажи скорее. Как ты его назвал? Джучи. Вождь нового племени. Джучи. Джучи. Красивое имя. Оно не должно быть красивым. Это имя настоящего мужчины, вождя племени. К тому времени, когда он вырастет, мы станем единым народом. Если кому и под силу это исполнить, то только Тиммаджину, сыну Исугея. Тиммаджину, сыну монголов. Тот, кто ее построил, достоин править миром. Так решили и наши предки, когда эта мысль только пришла им в голову. Десять тысяч шли от Великого океана до Южных гор. Увы, теперь мы не то что в мире. У себя не можем навести порядок. Господин! Это наши друзья. Солдаты императора. Зеркало. Оно отражает солнечные лучи. И может передавать послания быстрее самого проворного всадника. Пустяк, но, впрочем, весьма полезный. Прошу вас принять его в знак благодарности. Однако должен сделать одну оговорку. По причине, которая откроется вам позднее, зеркало не следует давать в руки женщине без особой надобности. Зеркало не следует... Среди тучных овец не место голодному волку. Запомни эти слова. Зеркало не следует... Зеркало не следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Девушки отдыхают 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 Возьми, у меня устали руки Так что в белом Пусть поднимет голову Сегодня я буду в летнем дворце Приведите ее ко мне в полночь Девушки отдыхают Девушки отдыхают Важнее то, что он не сказал На городской стене выставлены две тысячи стражников А наших лошадей А наших лошадей они забрали себе Девушки отдыхают Тренируй его регулярно, брат мой Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Монгол Монгол никогда не теряет оружие Монгол никогда не теряет оружие Только в час смерти Запомни и держи его крепче Смотрите, вон там Это сигнал Что это значит? Не знаю, но явно что-то срочное Уберите карту Она выполнена небрежно и безвкусно И пусть прекратят завывание Я хочу получить совет А не психическое расстройство Ситуация сложная Но это не повод Впадать в истерику Несколько тысяч маньчжурских воинов Захватили провинцию Хопей Только и всего Шеститысячная императорская конница Была разгромлена и обращена в бегство Но это сущие мелочи Уверен, такое произойдет еще не раз Хантимуджин Я вижу весть о нашей трагедии Вас веселит? Не сама весть, а то, как вы ее восприняли Пара тысяч маньчжуров Не представляют для нас угрозы Но их пример внушит остальным Будто великая стена не страшнее забора Я хочу побеседовать с ханом наедине Принеси горячее вино и чай Будешь нам прислуживать В минуты скорби и искушений Я предаюсь живописи Она как ничто другое дарит умиротворение Вы прекрасно рисуете И, видимо, давно Намек на то, что нас частенько громили Мы недооценили нашего друга Он обладает удивительной проницательностью Шамсу, рисовое вино с тончайшим ароматом Не желаете? Только чай А я выпью вина Не сочтите за недоверие, Ваше Величество Но я и себе, и своим воинам запретил его употреблять Наслышан Если вас не оскорбит мое любопытство Почему? Чтобы они всегда были в боевой готовности Прошу вас, продолжайте Я слушаю Манжуры Судьба целой империи Ничто в сравнении с поэзией Сулиня и полотнами моего великого прародителя Мао Куна Вы что-то сказали? Дайте мне возможность, и я скажу То есть вам есть что предложить? Вы наверняка хотите изгнать манжурских захватчиков Увы, моя армия сдалась без боя Я соберу новую Из монголов? Сколько? Вы о цене? Чем еще прельстить солдата? Выдайте по сундуку золото моим шуринам Они отправятся в наши земли И наймут лучших людей А где гарантия, что одну армию захватчиков Не заменит другая? Гарантий нет Выход есть, ваше величество Сам я хорошо знаю Тимуджина И доверяю ему Но в данном случае Можно оставить в заложниках его жену и сына Согласен Выделите ему столько золота, сколько потребуется А того из ваших шуринов, кто окажет нам наибольшую помощь, ждет особая награда Это ни к чему Таков обычай, и не самый плохой Объявлять о награде до того, как поставлена задача Опыт подсказывает, что приказы выполняются быстрее Соберите придворных Пусть и не видят, как изможденный император Отдает последние силы на служение Своему народу Непременно, ваше величество Однако, позвольте нам с ханом Ступайте Вы уже видели, в каком я жутком состоянии Куда он нас ведет? Лошади готовы Зачем вы тянете время? Император хочет, чтобы вы увезли с собой воспоминания Мысль о котором вернет вас обратно Посмотрите туда Принцесса Чунь Ю Младшая дочь императора Ее получит тот, кто соберет отряд из лучших всадников Что же мы медлим? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Научи ее, как быть хорошей женой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Предлагаю вам выбор Остаться в живых И встать под знамена Тимуджина Или погибнуть со своими вождями Покажите мне тех, кто склонил вас на бунт Против собственной империи Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Джамуха Ты будешь молить меня о смерти Когда колодка на шее превратится в кошмарную муку А издевки станут невыносимыми А ты, Тимуджин, пожалеешь, что тебе не хватает Хватило мужества отрубить мне голову ДимаTorzok Первый варвар Среди варваров Монгол, ставший во главе манжуров Наказание для него должно быть более суровым, чем для тех, чьи голову я вам принес Хан Джамуха Хан Джамуха, ваше величество В знак того, что хан Тимуджин одержал великую победу Над маджурскими интервентами Мы повелеваем Отныне и впредь Величать его Не иначе, как Величайший из завоевателей Чингисхан Чингисхан! 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 Смилостивись, хан Мы готовили салют в твою честь Как вам удалось вызвать гром? Обычный алхимический трюк. Правда, с порохом переусердствовали. С порохом? Жду вас ночью. Принесите с собой этот порох. Я должен видеть, как вы вызываете гром. Молнию вижу, грома нет. Это свойство мы открыли недавно. Гром возникает только если насыпать порох в сосуд. Осколки от него разлетаются дальше, чем стрелы из лука. Хотите посмотреть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вы используете его для приветствия гостей? Иногда устраиваем веселые шутихи, чтобы развлечить детей. Вариантов довольно много. Я знаю, о чем ты думаешь. Долг святого старца и мудрейшего из мужей велит тебе применить это знание с пользой. Долг святого старца и мудрейшего из мужей велит тебе применить это знание с пользой. Долг святого старца и мудрейшего из мужей велит тебе применить это знание с пользой. Идем. 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 Еще раз тебе говорю, так будет лучше Пока этот человек жив, его соплеменники не перейдут на твою сторону Они не имеют права, таковы не писанные законы монголов Смерть станет актом милосердия Речь идет не о милосердии, а о здравом смысле Тимоджин, выслушай меня Выслушай внимательно Когда-нибудь ты вспомнишь, что я тебя предупреждала Ты волен сделать с Джамухой одно из двух Либо на веки вечные предать его земле Либо переманить его на свою сторону, а вместе с ним и меркитов Ты в своем уме, женщина? Джамуха убил моего отца, держал меня в колодках А я должен все это забыть? Все? А шрам, который он оставил на твоей спине Неужели он затянулся за эти годы? Ни шрам, ни память о том, откуда он, не исчезли Нет, Тимоджин Это останется на всю жизнь Так же, как и ненависть к этому извергу И все же Ради того, чтобы осуществить твою мечту Чтобы объединить наши племена Я готова закрыть глаза на собственную ярость Плохо же ты меня знаешь, если думаешь, что я на это пойду Я знаю тебя лучше, чем тебе кажется Сломай его о колено, Тимоджин Теперь обе половины сразу Я понял, на что ты намекаешь Мы силы только, когда держимся вместе Когда-нибудь ты со мной согласишься КОНЕЦ КОНЕЦ Оставьте нас Ты готов признать, что в первую очередь ты монгол? И только во вторую Джамуха, вождь Меркитов Под тяжестью колодки у тебя отнялся язык? Не отнялся Я сижу в ней меньше, чем ты Когда-то ты снял ее с меня Я тоже могу быть милосердным Какой ценой? Я не назначаю цену Я борюсь за мечту За объединение враждующих монгольских племен И во главе станешь ты Так сложились звезды Гиин прочитал их послание Монголы станут единым народом Джамуха Если Меркиты перейдут к нам, это произойдет быстрее Меркитам не нужны союзники Или ты хочешь спрятаться за нашими спинами Нас боятся все Нашей мощи Нашей силой Даже моя смерть этого не изменит Твой ум настолько оскудел, что ты думаешь только о себе Ты думаешь о том же Но под предлогом осуществления мечты Кроме сомнительного звездного послания Что еще может доказать твою избранность? Ты умрешь в колодках, Джамуха Если не дашь слова встать под мои знамена, когда мы уйдем из Китая А это произойдет очень скоро Не будь у меня канги на шее Я бы вырвал твой поганый язык Субедай Посади это животное в клетку Папа и мудрый правитель У тебя нет сердца, раз ты смеешь прерывать пение этих прелестниц Я принес добрые вести Что ж, ты прощен Подойди сюда, воробышек Сядь возле меня Продолжай, Камлин Чингис Хан хочет устроить пышное торжество В знак благодарности За вашу многолетнюю милость Не дрожи, дитя мое Я хоть и сын неба, но все же человек Прощальный вечер Прощальный? Ты об этом знал? Они хотят вернуться в родные земли Не позволю Я говорил, что мечтаю объединить свой народ Если потребуется применить силы, у меня достаточно людей Я хорошо их подготовил А я их купил Ты мой генерал, Чингис Хан Я их предводитель Камлин, ты его друг Прошу заметить, не единственный Уризонь Хана Ради его же блага Император хочет напомнить о вашей первой встрече Когда он сказал, что Великая Стена призвана удержать его подданных В Пекине находятся три тысячи вооруженных воинов И они до сих пор пленники Пленники? Друзья? Пристало ли друзьям об этом говорить? И слышать не желаю У меня был ужасный день Голова болит от этих криков Прочь, негодные девицы Прочь! Эти разговоры о прощании Ранят меня в самое сердце Клянусь, не это было моей целью Я знал, ты меня не обидишь А как же торжество? Его мы не будем отменять У нас есть поговорка Прекрасный способ вас переубедить Она очень кстати Проще зажечь одну свечу, чем проклинать тьму Вы правы, это очень кстати Ты все-таки за ним присмотри Мне казалось, вы сами были бы рады От них избавиться Чтобы они вернулись к нам с войной? Хан давно понял, что наша страна Хоть и богатая, но безнадежно слабая Как нам быть? Тот варвар Главарь маньчжурских повстанцев Джамуха Джамуха Приведи его ко мне Тайна Мне передали это срочно Между нами нет секретов Тем более от Барте Мне трудно решиться, мой господин Не поймите мой шаг привратно Я делаю это ради своей страны А не ради личных симпатий к тому Кого вполне возможно ждет великое будущее Это слова достойного человека Император опасается, что вы его покинете Это не совсем разумно Ему бы следовало бояться того, что вы задержитесь Явив некоторое малодушие Его величество решил Оставить ваших воинов А вас отправить В дальний путь В страну забвения Ты все хорошо объяснил И кто же нанесет мне удар? Император понимает Если это будет кто-то из китайцев Начнется бунт Поэтому Начал договаривай Вина не падет на наш народ Если исполнителем будет монгол Миркит Джамуха Приведите его Теперь мне лучше удалиться Нет, мой друг Ты останешься Это волшебный ключ Джамуха Получив его Ты снимешь колодку И твои руки будут свободны Убийца Робби Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До сих пор не нашли Только он один может поднять против нас, Миркитов Один Созови людей Пусть готовятся к празднику Но Джамуха на свободе Сейчас он не опасен Собственное спасение ему дороже, чем моя жизнь Больше никаких срывов, Субедай Сегодняшний план должен быть приведен в исполнение Извини, ты пропустишь торжественную часть Но фейерверк будет виден и отсюда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Изобретательность человеческого ума поражает меня Китайского ума, разумеется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы настоящий художник, Тимуджин. Я сразу это понял. Искренне рад за вас. А теперь финальная часть. Финальная. Не желаете принять участие? С удовольствием. Последний залп будет особенным. Припасли лучшее напоследок? Очень мудро. Признак большого ума. Вы сами сказали, проще зажечь свечу, нежели проклинать тьму. В смысле? Остали. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Здесь будет поселение. Девушки отдыхают Как выразился твой покойный император, друзья не бывают пленниками В таком случае я прошу об одном, чтобы моя смерть была скорой Не будем о смерти Лишь глупец избавляется от умных людей Ты станешь моей правой рукой и главным советником Я буду прислушиваться к тебе Мудрость твоих слов и меня сделает мудрее Я принимаю это великодушное предложение И буду рад служить тому, чья звезда разгорается все ярче Тогда как наша давно померкла Кроме того, работа, какой бы она ни была, всегда приятней смерти Мой первый совет Как можно скорее захватить и Китай Раньше, чем это сделал кто-либо другой Узнав об этой победе, многие племена сами перейдут под вашу власть А тем временем... А тем временем мы двинемся на запад Китай останется под управлением Джебе Субедай совершит набег на Русь Хасар пойдет на Индию и поставит ее на колени Самарканд и Бухара будут легкой добычей Персия тоже падет под нашим натиском Монголы станут править миром из самого центра Подчинив себе окраины А Джамуха? Меркитам всегда открыты наши двери Монгол не нападет на Монгола Тщеславие убило в тебе гордость Он обесчестил нашу сестру и останется безнаказанным Джамуха, отец твоего первенца Джучи, мой сын Тот, кто ставит личные обиды выше государственного дела Никогда не возымеет успеха И лишится всего, чего достиг Хватит Мое слово, закон Делайте, что вам поручено Субедай мыслит приземленно Как и все они Почему они не чувствуют размах? Неужели у них нет воображения? Не так просто увидеть великое в малом Лишь раз в тысячелетия в мир приходит человек Сила и воля которого действуют в согласии с провидением Возможно Темуджин, Чингисхан и есть тот самый человек Поверьте, мой господин, это не лесть Оставь меня Оставь меня Поверьте, мой господин, это не лето Поверьте, мой господин, это не лето Пересекла уральские горы Вторглась в Россию На юге же подчинила себе индийское царство Завоевав почти всю Азию Тимуджин повел свои войска на Самарканд и Бухару Когда и они были взяты А плод персов Хорезм Сдался на милость нового владыки мира Признай, Джамуха Ты опытный воин Ты прекрасно понимаешь Даже если я соглашусь вступить с тобой в союз Нам не отдалить этого Чингтенхана Ни нам, никому Если мы объединим силы, нам не будет равных Мы устроим ему кровавую бойню Я не хочу устраивать бойню На бойню отправляют скот Кстати, ты заметил, какое нежное мясо? Говорят, каждый день под его знамена становятся сотни новых воинов Безнадежных трусов Они первые побегут с поля Я не могу проявить вероломство Но ведь он проявил много лет назад Напал на караван работорговцев Он нарушил соглашение А, тогда Тогда он отрезал восточные торговые пути Ни специй, ни драгоценных камней, ни женщин К слову сказать Вашего государства очень не хватает на его карте Единственный способ спасти Хорезм И собственную жизнь Это объединиться со мной Я знаю, как остановить этого клетвопреступника Мы выступим против него единой армией Мы уничтожим этого пса Этого мерзкого кровопийцу Этого гнусного похитителя женщин Этого падальщика Слова мудрейшего исправителей В знак дружбы прими подарок Одной из моих дочерей Двух Моим подарком тебе Станет голова Чингисхана Армии Джамухи и Хорезмшаха движутся сюда Они перешли веку Наконец-то час пробил Ты уверен? Ошибки быть не может? Нет, он в пяти днях пути от нас Мы займем удобную позицию Он вынужден будет нападать Займем удобную позицию? Он вынужден будет нападать? Я недалек от истины Они уже выбросили белый флаг Чует мое сердце Сдаваться они не думают Чингисхан занял плато И армия его бесчисленна Предлагаете выйти с поднятыми руками? Я ничего не предлагаю Лишь сожалею о том, что позволил втянуть себя В эту безрассудную и рискованную авантюру Чтобы победить, нужно рисковать В моем возрасте это опасно для здоровья Если мы... Если я останусь жив Извлеку из этого хороший урок Нельзя быть слишком умным Я так понимаю, это не все Надеюсь, монголы перегрызут друг друга Выметутся из наших земель И оставят Хорезм в покое А если нет? Подо мной неудобная лошадь Мы попали в ловушку И обстановка, очевидно, накаляется Хочется верить Посланец везет добрые вести Чингисхан велел кланяться хану Джамухе Кланяться И благодарить за достойный прием мирной делегации Чингисхан желает говорить с ханом Джамухой Говорить? О чем нам с ним говорить? Я был направлен лишь для того, чтобы устроить встречу Встречи не будет Так и передай Хан Джамуха боится открытого диалога? Скажи этому шакалу, что я веду диалоги только с помощью меча Хан Джамуха боится говорить с Чингисханом Где мы будем говорить? В вашем гостеприимном лагере Чингисхан выйдет в центр с шестью всадниками Затем останется один Вам дается такое же право Это не западня? Слово Чингисхана можно верить Я готов стать вашим пленником, пока вы Не вернетесь назад Пусть будет так Пусть будет так Пусть будет так Пусть будет так Небеса против того, чтобы монгол шел на монгола Тебе не надоела одна и та же песня? Ее подхватили тысячи голосов Только не мерки ты, ублюдок Я просил о встрече в надежде на то, что мы не станем воевать Твои люди вступят в наши ряды и мы прославим монгольский народ Меркиты воины, они стадо послушных безропотных коров Мы делаем, что хотим И берем то, что пожелаем, неважно у кого Выбор за тобой, Джамуха Или меркиты войдут в состав объединенных племен Или мы выжжем ваши земли дотла Так что даже хромая лошадь не запнется, пробегая по ней Я должен поговорить с Шахом Совет не бывает лишним Свой ответ я отправлю с Камлином У солдат начинают сдавать нервы Лучше так, нежели проливать кровь Ни одна лошадь не сделает и шагу Пока Джамуха не даст ответ Господин, смотрите Камлин Камлин Занять позиции Отходим! Отходим! Назад! Назад! Все назад! Останови их, пусть вернутся! Я не стану бросать их на убой! Отступал! Меркиты! В атаку! Смотри, Джамуха! Левый фланг назад! За мной! А-а-а-а-а-а-а! ДЖЕМУХА! Кто первый? Нападайте Боишься, пёс? Сингал, стой, где стоишь Довольно, Джамуха? Объявим мир С тобой никогда Больше никаких колодок, ты слышишь? Имей смелость сразиться со мной С Джамухой С тем, кто вырезал твою семью С отцом твоего первого сына Его вы называете своим господином Предводителем всех монгольских племён Ты вынес себе приговор Поединок? Когда ты умрёшь, Джамуха Твои люди перейдут ко мне Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА